Так, напоминаю, что мы с вами начали говорить о проектировании проточной части. Давайте краткое содержание предыдущей серии. Итак, мы с вами хотим проектировать газотурбинный двигатель. Естественно, в разрезе проектирования турбомашин. Я напоминаю, что мы хотим с вами получить. Мы хотим с вами найти такую геометрию нашего двигателя, в частности, всех его лопаточных машин, которые обеспечивают те функции, которые мы взлагаем на эти самые устройства. То есть, пика требуемые, мощности требуемые от турбин, ну и так далее. Все это с высоким КПД, все это с минимальными габаритами, массой, с выполнением условий по прочности и так далее и тому подобное. Все это понятно. Дальше, напоминаю, о чем мы с вами говорили. Если сделать... Ну, вообще, традиционно существует такой подход к проектированию, когда вот те же самые термодинамики сделали термодинамическую модель, на их базе сформировали ТЗ на узлы и, короче, раскидали по отделам, и каждый отдел там в собственную высоту варится. Достаточно распространенная, ну, по крайней мере, до недавнего времени практика, когда каждый узел проектируется отдельно. Ну, и вы можете прийти вот к такой ситуации, когда вы сделали каждый узел максимально эффективным, но вот получился у вас вот такой пазл. Вроде бы все узлы хороши, но между собой они не согласуются. За это вам придется заплатить увеличением массы, увеличением стоимости, увеличением габаритов, ну, и, может быть, даже дополнительным потерям в переходном канале. Поэтому, в общем-то, это нехорошая идея, и на самом деле все надо делать, все надо проектировать согласованно. И, кстати говоря, опять же, сейчас тенденция идет именно учета влияния узлов друг на друга. Опять же, возвращаясь к вашему любимому Ткаченко, сейчас вы должны изучать совместную работу узлов. То есть, по факту это то же самое, то есть, это влияние узлов друг на друга, но, опять же, на базе простых термодинамических моделей. Вот, но сейчас уже идет речь о том, чтобы там в CFD-моделировании учесть влияние там одного узла на другой узел. На уровне следов, на уровне неравномерности и пюр скоростей и так далее. Ну, допустим, если взять те же турбины, то есть, ну, дальше вы помните вот такой пример. То есть, сейчас, допустим, вот эти турбины, вряд ли кто-то будет считать их отдельно каждую ступеньку. То есть, в общем-то, сейчас все считается уже одной гармонией. Ну, единственное, конечно, если взять водочную турбину, там она сложная получается в силу того, что она охлаждаемая. Ее может быть отдельно не смотрят. Но, допустим, пермики на одной из конференций, кстати, достаточно давно, уже лет 5 назад показывали турбину PD14, CFD-модель, там, блин, порядка полумиллиарда конечных элементов. Там было вообще все. То есть, притрактовые полости, зазоры, охлаждаемые полости и так далее. То есть, в общем-то, все идет к тому, чтобы все моделировать вместе. Почему? Потому что проектирование отдельных изолированных узлов, оно приводит к тому, что вы не учитываете влияние. И да, вы даже, скажем так, оглядываясь на соседние узлы, можете создать оптимальный узел здесь, но все равно к вам на вход приходит какой-то сигнал от предыдущего узла, и его надо учитывать. То есть, и в учете взаимного влияния узлов друг на друга есть определенный запас повышения эффективности и надежности вашего двигателя. Значит, дальше. Требования, которые мы предъявляем к двигателю проточной части, они традиционные. То есть, это высокая эффективность, малая габарита, масса и, естественно, прочность, надежность. Это первый момент. Второй момент. Напоминаю, что в проточной части мы с вами переходим от результатов термодинамического проектирования, которые, по сути дела, результаты расчета черных ящиков, которых считаются термодинамические формулы, к конкретным размерам. И основное, основное исходное данное, которое у нас с вами есть для проектирования проточной части, это как раз результаты термодинамического проектирования. То есть, типовая задача проектирования проточной части на примере одного узла, она звучит в следующем образом. То есть, у вас есть узел, и из термодинамического расчета что вы знаете? Вы знаете параметры на входе, это P со звездой, T со звездой, расход со звездой. Давайте входной, входной, входной. Вы знаете такие же параметры на выходе. Что еще вы знаете? Подводимую работу, вы знаете подводимое тепло, если вы его там подводите. То есть, вот такие у вас исходные данные. Дальше, на конкретном режиме, к сожалению, мы с вами считаем двигатель на одном режиме. Кстати говоря, резерв повышения эффективности двигателя может быть еще в проектировании двигателя сразу на нескольких режимах. Но, к сожалению, геометрия у нас одна. Мы не можем с вами сделать существующей технологией переменную геометрию, хотя у меня есть решение. Я уж не помню, говорил, он не говорил. Решение есть в этой проблеме. Только пока технология нужна. Знаете, какой решеток? Жидкий терминатор. То есть, если мы сделаем терминатор, который два, жидкий, то есть, а его нельзя сделать без того, чтобы придумать материал, который принимает ту форму, которая нам нужна, то, соответственно, мы сделаем в том числе и двигатель, который принимает ту форму, которая нужна в конкретном моменте. И он будет всегда оптимальный. Так что нам надо изобретать жидкого терминатора. Еще лопатки будут меняться, да? Да лопатки тебе уже не надо будет их менять. То есть, у тебя все будет меняться. И социальный интеллект тебя регулирует. Это вообще будет высший колокольчик. Диэктивист. Да. Но, тем не менее, то есть, мы с вами сейчас находимся в такой ситуации. У нас есть конкретная геометрия, которая оптимизирована к конкретным условиям. А нам надо, чтобы она работала во всем полетном цикле. И еще желательно выполнялись все требования, о которых мы с вами говорили. Поэтому, вот как-то умудриться соптимизировать это все на разных режимах, это еще один способ, еще один резерв повышения эффективности. Но, мы с вами в курсовой работе будем говорить только об одном режиме. И напоминаю, что для гражданского самолета это крейсерский режим, как режим, на котором максимальное время работает двигатель. Но мы с вами будем считать на взлетку. Помним, что это неправильно, но так делаем в силу того, что мы как-то завязываемся на прототип, а параметр прототипа у нас обычно с вами на взлетном режиме. И нам надо с вами вот от этого вот набора циферок, то есть на самом деле, то есть это набор циферок, то есть эта табличка в Excel или там в чем-то еще, нам надо размеры, то есть в конечном итоге вам ваш двигатель надо произвести, надо дать конструктору, технологу размеры. Что еще хотел сюда добавить? Ну это ладно, проскакиваем. Значит, условия, которые выполняются, мы с вами в прошлый раз проговаривали, то есть это баланс расходов, баланс мощностей, он автоматически выполняется в термодинамическом процессе, потому что в основе там же лежит. Поэтому мы здесь, в общем, не сильно паримся, потому что это все уже сделано товарищем Токаченко в Астре, зашито, по крайней мере. При проектировании смотрим на баланс частот вращения. То есть частоты вращения, они у вас должны быть либо равны, если у вас компрессор жестко прикручен к турбине, либо пропорционально, если есть редуктор, ну и будем смотреть прочность, об этом мы сегодня с вами поговорим. Значит, что еще? Итак, задача наша, вот от этой вот самой формулки, от этого массива данных, перейти к размерам. Это делается с помощью уравнения неразвивности. Давайте издавнешим. То есть выглядит это вот таким образом. Дел переключатель. В этой формуле нам известно практически все, неизвестно только две величины. Площадь идет лямбр. Ну, естественно, поскольку наше желание перейти к размерам, то площадь мы хотим как раз найти, потому что именно она является мостом к размерам. Поэтому надо решать проблему с лямбр. Мы не придумываем ничего веселее, чем выбрать ее по существующему опыту. Но в принципе сразу говорю, что опыт достаточно обширный, и диапазоны варьирования этих переменных достаточно узкие, поэтому, в общем-то, здесь проблем никаких нет. Итак, напоминаю, у нас с вами есть результаты термогазодинамического расчета. Мы с вами задаемся величиной лямбда А во всех сечениях на входе и выходе. И отсюда, с помощью уравнения неразрывности, вытаскиваем площадь проходного сечения, кольцевую. Имеется в виду. Дальше, что еще вы отсюда можете вытащить, поскольку мы дальше этого коснемся. Там кое-что надо здесь будет. Ну, тут же завитачный вопрос, как? Синус Альфа, скажем так, вроде не откуда взялись. Если у вас есть лямбда А, можете найти физическую скорость лямбда А. Если вам известна температура лямбда. То есть, соответственно, можете найти СА. Причем и на входе, и на выходе, и для тех, кому совсем интересно, СА средний. Мы ее просто будем использовать дальше. Вот. И теоретически дальше, опираясь на эту площадь, мы рассчитываем диаметр. Единственное, обращаю ваше внимание, что для того, чтобы из площади вытащить диаметр, нам что-то надо знать еще. Самое простое, что нам надо знать, это средний диаметр. И возникает вопрос, а откуда его вытащить. Немножко забегая вперед, нам придется задаться частотой вращения. Дорогий сказать, кто-то отмечет, что вот это вот, это фактически варьируемые перемены. Хотя на динамический расчет это исходная данная. И нам откуда-то еще надо вытащить окружную скорость. Дальше мы о ней с вами поговорим. То есть, зная окружную скорость, зная частоту вращения, вытаскиваем средний диаметр. Ну и дальше все диаметры у нас определяются автоматически уже. Но в принципе, ничто не мешает вам вместо всего этого безобразия, например, выбрать относительный диаметр втулки, до средней каши и так далее. То есть, в принципе, не важно, чего вы выбираете. То есть, здесь вопрос именно в том, какие переменные вы не будете использовать, но как-то, мне кажется, более удобно в этом. А путь пи, наверное, на этом плечу. А пи, наверное, на этом плечу. Где фа стрелочка? Куда пи-то? Ну, пи, д, ай, на астрел. Не, 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 я про другое. Я про то, что с помощью фа мы находим диаметры все. Ну, и-то и указывает, что их много. И высоты лопаток все. То есть, вот, высота этой надписи вот такая. Так, ну, про форму, про точную часть мы в прошлый раз говорили, не останавливаемся. А теперь, да, значит, глядите. Фактически, если мы с вами возьмем среднюю окружную скорость узла, то мы найдем средний диаметр. Если вы хотите турбомашину не для средней константа, вы можете задаться вот этим коэффициентом. К сожалению, он достаточно узко в диапазоне меняется, не совсем удобно. Но, тем не менее, варьируя им, вы можете получить любую форму проточной части, какую захотите. Так, про ограничения мы с вами говорили, но здесь потом еще раз этот цикл пройдем. То есть, вы посчитали, 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 потом смотрите ограничения. Самые хреновые ограничения это вот это вот. За ним надо будет обязательно смотреться, вы можете очень часто туда залетать. Особенно, когда у вас, ну, если у вас большая двухконтурность, это значит, что у вас газогенератор маленький, и для вас это действительно может быть проблемой. Относите диаметр втулки в вентиляторе обычно тоже. Достаточно легко это снижается. Да, если мы по высоте не проходим. Какие варианты? Ну, варианты у тебя вот здесь вот. То есть, в параметрах поиграть. Так, хороший вопрос тогда. Не то, что хороший вопрос, хороший ответ ты сделал. Значит, гляди. Считаем, что параметр термогазодинамического расчета нерушим. Это исходные данные, и мы леем товарищу качаем. То есть, мы не меняем их. И это к вашему будущему расчет, в курсовой работе. Вот эта для вас железная штука, и ее меняется только тогда, когда совсем все пропало, и ничего не получается. Поэтому, что у тебя здесь остается? Только леонда. Ну, это логично. То есть, если у тебя лопатка маленькая, значит, ты уменьшаешь скорость. К сожалению, без этого иногда не отойдет. Получается проточная часть. Получается проточная часть, которая удовлетворяет тем условиям, которые мы предъявляем. То есть, наша задача в конечном итоге найти такую форму, которая удовлетворяет всем ограничениям. И вот, если говорится об этом и об этом, ну, это действительно, в общем-то, важное ограничение. Потому что, ну, относительно диаметра внуки вентилятора и ПМД, это прочность. То есть, вы сразу отсекаете те варианты, которые у вас непроходные по прочности, гарантирован. Да еще и по конструкции, скорее всего. А высота лопатки – это потери. Поэтому, вообще, в учебнике наших таких классических металличек там вообще 20 мм. Но современные двигатели с большой двухконтурностью тяжело сделать на 20 мм. Поэтому, ну, 15 мм. Да, в принципе, в ангаре вы можете найти двигатели с маленькими лопатками. Даже большие. То есть, тот же АЛ-31, там лопатки в компрессоре точно небольшие. А вот теперь про число лопаток. Помните такой параметр, как коэффициент нагрузки и коэффициент набора? То есть, это работа ступенек. Выделить. На луку квадрат. Ну, и помните такой теорий, как диаграмма Смита. Мы сильно в том семестре о нем не говорили, в этом семестре же мы не говорили. Но помните, наверное, я сразу засвечу, то, что есть оптимальные диапазоны, где у вас ожидается высокий ЭПД. В данном случае, конечно, в диаграмме Смита такие средние подворительные параметры, но тем не менее, примерно понятно, куда бежать, куда стремиться. То есть, проблемка здесь какая? Здесь работа ступенек, а вам из термодинамики обычно известна работа каска. Если у вас одноступенчатая турбина, все супер, все сошлось. Если у вас компрессор, который, как правило, многоступенчатый, вы знаете работу суммарную. Поэтому, что вы делаете? Берете предположение, что работа, на данном этапе, берем предположение, что работа раскидывается равномерно между узлами. На самом деле, это не так, естественно. Берете работу каскада, ну, Казин будет обозначать каскад. Делите на число ступеней, на У квадрат, и получаете вот эту самую Фи. Ну, из этой формулы легко вытащить число ступеней. Еще раз, можете объяснить какую-нибудь формулу в 20 раз на последний момент? Гляди, тебе нужна работа ступеней. А тебе вот здесь вот известна работа каскада телеком. Да, это понятно, да. Поэтому мы берем допущение, что работа раскидывается равномерно, и просто работа каскада делим на число ступеней, получаем работу ступеней. А, у меня это что-то про эти квадраты, по сути? Нет, это число ступеней. То есть, я могу, конечно, оговориться, но это цельное число ступеней. То есть, теперь смотрим на эту формулу. Нам надо определить число ступеней. Работу каскада мы знаем из церководинамики. Проблема другая. У нас нету Фи, и нету окружной скорости. Что касаемо окружной скорости, нам ей придется задаться. Забегая вперед, вот диапазоны, из которых вы выбираете. Вообще, конечно, эта табличка смотрится очень странно. Диапазоны достаточно широкие. То есть, на самом деле, если мы говорим о вентиляторе, здесь речь идет о средних окружных скоростях. То есть, это средняя окружная скорость среднего диаметра. Ну, то есть, вот, глядите, возьмем, допустим, компрессор. 300-350, это хренительный диапазон, на самом деле. То есть, это очень большой диапазон. В русском языке есть прилагательный сглубно-эмой, стеклянно-вояльные деревянные. Есть еще одно, о котором все забывают. Охренеть! Странность заключается в том, что диапазон очень широкий. И на самом деле, там, компрессор на 300 и на 400 это два совершенно разных компрессора. Причем, действительно, принципиально разных компрессор. Но, тем не менее, я вам это привожу по одной простой причине. Что у вас, в вашей всей этой логической цепочке, будет достаточно большое количество ограничений. И вам эти ограничения наставят вешек, за которые вы выйти не сможете. И вот эти вот ограничения, в общем, очень сильно сузят диапазон, где существуют ваши решения. И поэтому, в общем-то, несмотря на то, что диапазоны широкие, вы в конечном итоге придете туда, где существуют ваши решения. Так, теперь давайте вернемся назад. И так, получается, окружной скоростью, красным узлом вам придется задаться. Что нам это дает? Ну, во-первых, мы можем его подставить сюда. Но, опять же, здесь проблема. Нужно знать фи. А фи, ну, он тоже разный. его придется выбрать. То есть, вам придется выбрать еще и фи-доключ. Вопрос логический. А как выбрать фи? Ну, учитывая, что картинка-то у вас вообще двухмерная, вы, конечно, можете сказать, хочу один, но один бывает и вот здесь, где не совсем хорошо. Хотите там 1,8, но, опять же, в 1,8 есть плохие зоны. Ответ здесь очень простой. Не зря я вам говорил вот про эту штуку. Так, не во-первых, кстати говоря, давайте вы здесь... Нет, мы его посчитаем. Мы его посчитаем. Сейчас я тут у меня мысль посетил. Значит, мы отсюда вытаскиваем средний диаметр, затаскиваем вот сюда. Дальше. Гляди, у тебя есть СА среднее. Что мы можем найти? Коэффициент расхода. То есть не зря я про СА вспомнил. А коэффициент расхода вам дает вертикальную линию на этом границе. А здесь вам уже легче понять, куда тыкать-то. То есть если у вас 0,7, ну, где-то 1,1,2 было бы совершенно супер. То есть поэтому вы уже выбираете фи, очень даже осознанно. Ну и в конечном итоге, подставляя фи, подставляя окружную скорость, ну и работу с термодинамического расчета, вы находите число ступеней. То есть она может поменяться, а эта фактика может поменяться? Да, может поменяться. Вообще, гляди, здесь существует два подхода. В ДОСАУ лежит методичка, она там где-то в самом низу, там есть материалы курсовой работы, называется, блин, забыл как-то, что-то типа материала, фактических работ. Ну, там такая бордовская методичка, и там во втором разделе как раз проектированы проточные части, и, наверное, именно вот этим вот разделом мы будем пользоваться. И там есть два варианта расчета. отталкиваясь от прототипа и с нуля. То есть с вашими группами я хочу пройти с нуля. Ну, в принципе, есть вариант посчитать прототип, и, может быть, это будет очень неплохой вариант, чтобы понять вашу стартовую точку, откуда вы пошли. Ну, в конце вот этого раздела будет пример один неплохой, но мне он очень нравится, на мой взгляд, очень информативный. Если мы пересчитаем число ступеней, мы будем, например, получать меньше, чем это сито. Вот. Но мы берем за основу, что термогазиномические расчеты у нас база. И, короче, я почему там степень повышения давления на ступень может быть не этот план? Или нет? У тебя степень повышения давления будет зашить в коэффициенте нагрузки. То есть, хочешь так уникальную степень повышения давления, это мой вопрос. Но! Это у тебя большой коэффициент напора, который будет где-то вот здесь. Хорошо, ты его парируешь окружной скоростью, но ты упираешься впрочем. То есть, тебя ограничения, в принципе, загонят туда, где существует твое решение. То есть, поэтому, ну, вообще, у нас в своем задаче стоит как? Спроектировать новый двигатель на базе прототипа. Поэтому, на прототипе, и у вас будет новая термодинамика. То есть, мы в дело пустим-то термодинамику в вашу модернизирование, которую мы сейчас создадим, конечно, методинамики. Ваши перечитали. В смысле перечитали? Ну, если термодинамики, число сутки, то, если термодинамики, то, если термодинамики, число сутки нефигурирует. Но, есть один момент, который будет меняться. На примере, я вам покажу концепт, его сделано. Потому что, это действительно такой интересный момент, опять же, связанный с точенкой, мы опять отградим, хотя эту ситуацию не уберем. Вот, но, тем не менее, то есть, к термодинамическому расчету всегда надо будет возвращаться. Потому что, окей, ты там получишь десятиступенчатый компрессор, там, самый лучший будет КПД, но тебе, у тебя задача не проектированный компрессор, на самом деле, у тебя задача проектированный двигатель. И вопрос к тебе, топлива, сколько жрёвок? А ответ термодинамической модели. Ну чё, с определением числа ступеней определились, напоминая, есть люди, которые этого не понимают, число ступеней надо отправлять до целых количеств. Зачем? Ну, знаешь, напомним, если у нас приходят кусачи, где, там, 3,5 ступеней, а вот ещё ладок, 3,8. А? Ну, кто снимает, что такое? Ну, просто хорошая задача, сдаёшь. В принципе, может, в любую сторону. А ты, грань, смотреть, на сколько ходить на одну ступень, в степени повышенной давлении. Можно продолжить, на длинную, что я верю. Но опять же, ты понимаешь, степени повышенной давления по ступеням разные. Поэтому, среди меня ничего не даёт, ну, в смысле, ничего не говорит. Так, ладно. Значит, глядите, что мы с вами обсудили. Мы с вами обсудили, как посчитать диаметры. Мы с вами обсудили, как посчитать число ступеней. Но есть пара моментов, которые нам надо проговорить в плане ограничений, в плане расчёта. Значит, прочность. Значит, поскольку у нас с вами вылазят размеры, мы с вами можем оперировать прочностью. естественно, это всё не на уровне там, Ермакова, то, что он вам преподает. Это всё гораздо более в примитивном уровне, но та модель, о которой мы говорим, она на самом деле сильно упрощённая. То есть, это более сложная модель, чем термодинамическая, но она не такая серьёзная, как те модели, которые используются на кафедре конструкции при расчёте срочность, ну уж тем более это не такая детальная, как в ансисе, например. Но, тем не менее, опираясь на те знания, которые вы имеете в супрамате, вы можете определить те силы, которые действуют на лопатку. Ну, начнём с чего? С того, что основные силы, максимальные силы, которые действуют на лопатку, какие? Центробежные. То есть, основная сила центробежная. Поэтому, в данный момент, особенно учитывая, что у нас, в общем-то, кинематика потока ещё почти неизвестна, мы учитываем только центробежную силу. Газовые силы мы не учитываем. Значит, как считаются напряжения? Всё очень просто. Берёте центробежную силу и делите её на площадь основания лопатки. То есть, FVT, то, что вот здесь в формуле, имеется в виду вот эту площадь. Площадь корня лопатки. То есть, это не площадь втулочной какой-то поверхности, это площадь корня лопатки. После этого начинаем расписывать эту самую форму. Центробежная сила определяется, как две массы на руку в обратную на D средняя. и дальше расписывается массу лопатки, как плотность, здесь плотность именно материала лопатки, на высоту, на площадь сечения. То есть, мы ее считаем как площадь цилиндра, считая, что основание цилиндра нам занято. Но проблема лопатки вы знаете какая, потому что вообще-то она по высоте непостоянная. Есть, конечно, пеньки, которые постоянного сечения. На старых лекциях встречаются, причина их существования и появления очень простая, снижение затрат на изготовления. Но большинство лопаток уменьшают площадь периферии, особенно рабочих лопаток, для снижения массы, соответственно, для снижения центральной межмиссии, снижения напряжения. Поэтому у вас есть площадь концового сечения периферийно, периферийно площадь склонничного сечения, и вы это должны учитывать, делать это с помощью коэффициента КФ, коэффициент формы. Методичка по проточной части у нас расписывается, но это функция от ФК, наверное, наоборот, ФВТ на ФК. Кстати, говоря, вы когда лопатки профилировали в том семестре, я на это обращал внимание. То есть для турбины обычно это величина где-то больше 3-4, ну, компрессор будет поменьше. То есть вы смотрели на площадь поперечных сечений. И дальше, что мы с вами имеем. Путем нехитрых преобразований получаем две вот таких формул. То есть первая связывает напряжение с Д-слитным Каш, достаточно интересная величина. Вторая связывает с Ф на Н квадрат. То есть если вы возьмете учебник коноземцев он, в каком-то месте, я уже не помню, где, ссылается на вот эту формулу, правда, немножко в другом виде, то, что напряжение это некая константа умножить на F на N квадрат. И дальше вопрос, как обеспечить вот эту самую константу. Вот. Но нам с вами важно понять то, что напряжение зависит от высоты лопатки. Чем длиннее лопатка, тем напряжение больше. И второй момент зависит от частоты вращения. То есть поскольку у нас есть некоторые предельные напряжения, которые выдерживает материал, частота вращения ограничивается. И дальше мы с вами должны проговорить, что ограничивает частоту вращения роторов в принципе. Еще вот такой вопрос, а для чего мы это считаем? То есть для каких узлов надо считать напряжение? Вообще по-хорошему для всех. Но какие узлы самые напряженные? Которые у тебя их много? Ну которые рабочие. То есть лопатки вентилятора в принципе я с тобой согласен, но лопатки вентилятора как правило имеют пониженную окружную скорость, пониженную частоту вращения. Кстати говоря, могу не забыть обсудить по-моему на слайдах этого нет. Лопатка погибает. Да. В общем глядите. С точки зрения лопаточных машин я напоминаю, что лопаточная машина базируется на любимом нашем уравнении Элия у на Дельте ЦУ. С точки зрения этого уравнения частота вращения должна быть чем больше тем лучше. Поскольку увеличивается частота вращения, у вас увеличивается окружная скорость, у вас сокращается число ступеней. Поэтому вас ограничивает только прочность. И в каскаде ВД это прочность лопаток и ЭСД. Прочность лопаток турбины ВД и ЭСД. По каскаду ЭСД отдельная песня, но кстати по каскаду ЭСД есть такой момент, там не совсем ясно какая лопатка лимитирует прочность. То есть с одной стороны казалось бы первая, поскольку она работает в более плохих условиях, температура там выше, но с другой стороны последняя лопатка самая длинная. А это фактор который увеличивает напряжение. Поэтому достаточно часто мы по крайней мере в кусачах смотрим последнюю лопату турбины. Естественно напряжение нам ничего не говорят. Именно в силу того, что они сильно зависят от тех условий, в которых мы работаем. Поэтому мы с вами будем смотреть коэффициент запаса прочности. То есть это отношение Сигма Т в общем предел длинной прочности. То есть он зависит от времени работы и от температуры. Вообще конечно в справочниках материалов это должно приводиться, но насколько я помню в Ямовском справочнике хороших данных на эту тему нет. Поэтому мы с вами будем пользоваться вот таким вот графиком. Как им пользоваться в методичке описано но отвлекаясь от этого графика скажу вам следующее в прочности вот той самой которую читает вам Гермаков есть такое понятие кривая Ларсена Миллера. Вот эта нижняя часть здесь Сильма это она и есть. То есть это кривая Ларсена Миллера. Если вы найдете кривую Ларсена Миллера для материалов то собственно говоря вам будет счастье. Значит я на память не помню формулу но по-моему не помню на память формулу В общем смысл в чем то что вы находите параметр Ларсена Миллера по-моему это логарифм забыл В общем смысл такой то что это логарифм времени работы мы с вами берем эквивалентный эквивалентный наработка на максимальном режиме плюс некая переменная возможно на что ты можешь там такого типа формула считаете и идете до пересечения скривую да значит по роботу предыдущих групп типовые турбинные материалы GS6 в принципе GS30 GS32 но у них свойства получше естественно но они более дорогие GS6 без разницы их там два GS6 без разницы да их там два просто предыдущие группы некоторые почему-то увлекались какими-то уж совсем отвратительными материалами какими-то черти-чер не знаю ни разу не видел чтобы из них делали турбины а AI это можно напомнить за форму AI это название по-моему института который их разрабатывает то есть скажем так в VG VGL AI там формула материала не скрыта это просто ну грубо говоря порядковый номер материала там в каком-то институте в какой-то организации сделали ну допустим если говорить о VGL там индекс L обозначает то что он летит то есть единственное что там значимое есть все остальное не значимое значит видите напряжение естественно зависит от температуры поскольку мы говорим о турбине то на нас температура будет важна и вам здесь важно понимать ваша лопатка охлаждаемая или нет значит если ваша лопатка не охлаждаемая то считается что температура лопатки равна температуре TW1 то есть это температура торможения потока в относительном движении и приводится формула по которой вы это все считаете значит соответственно вы берете температуру для расчета для расчета предела прочности если лопатка охлаждаемая ну вообще считается по крайней мере для больших двигателей то что примерно 1100 границ когда лопатка должна охлаждаться в принципе есть двигатели но они все как правило очень маленькие у которых температура 1300 и турбина не охлаждается но здесь вопрос в ресурсе то есть как обеспечить значимый ресурс такой двигатель и честно говоря это будет сложно то есть поэтому считаем что при температуре ТВВ больше 1100 лопатку надо охлаждать и в принципе если вы получили такую температуру в своем расчете просто говорите лопатка охлаждаемая и я обеспечиваю температуру в диапазоне обычно 1100 1000 градусов по-моему келька келька и все и на этом забивается то есть вы просто директивно назначаете температуру лопатки и говорите что какой-то там товарищ который будет проектировать систему охлаждения должен сделать такую лопатку которая обеспечивает такую температуру то есть снимаете ответственность с себя и потом находите те напряжения которые есть и коэффициент запаса прочности значит граница здесь какая давайте возьмем границу 2 ксигма должна быть больше 2 естественно впрочем вы как-то изучали скорее всего вы знаете другие коэффициенты запаса то есть там если я не ошибаюсь по ансису от 1 и выше в зависимости от того какое место вы считаете какой элемент вы считаете но 1,3 1,7 2 редко встречаются но почему здесь 2 потому что вы сами видите формулы такие очень сильно упрощенные плюс-минус километр поэтому погрешность здесь достаточно большая берем вот такие коэффициенты запасы да возвращаемся к вопросу как выбирается частота вращения значит если вы не совсем поняли то что я пытался донести на примере каскадов ВД и СД точнее частота вращения каскада ВД и СД ограничивается прочностью турбины а вот как быть с каскадом низкого давления в каскаде низкого давления конечно турбину может имитировать но там есть другое противное устройство которое называется вентилятор значит в вентиляторе будет проблема типа со сверхзвуководской расцеплением то есть глядите на входе вентилятора вы имеете скорость порядка 200 метров в секунду а на периферии мы имеете окружную скорость обычно меньше 500 значит соответственно W1 скорость натекания на вашу лопату какая будет ну можно прикинуть и это будет сильный сверхзвуководок поэтому значит вентилятор обладающий большим размером имеет большие окружные скорости и если обратите внимание если вы увеличите окружную скорость дубльбом будут расти ну соответственно сверхзвуковые скорости будут расти потери будут расти то есть у него на периферии большие потери чтобы совсем уж не терять эффективность окружную скорость вентилятора лимитирует именно окружная скорость вентилятора на периферии лимитирует и условия сверхзвукового течения на периферии лимитирует частоту вращения по стадии низкого давления то есть вот этот фактор который это лимитирует значит в этой связи на слайдах этого нету но в методичке вы это будете считать вы будете считать величину величину скорости дубль в 1 но опять же значит ее посчитать очень легко осевую скорость считаем постоянной по высоте мы ее уже посчитали вот здесь окружную скорость ну зная диаметр зная частоту вращения достаточно легко определить значит соответственно W1 вы нашли после этого вы находите TW1 со звездой и лямда W1 лямда W1 вам надо посчитать во всех компрессорах то есть WD SD MD так что еще что еще по границам лямда W1 вентилятора меньше 1,6 1,6 то есть современные вентиляторы все сверхзвук ружу и скорость там по 1,5 махов то есть эту величину надо будет вам ограничивать по компрессорам WD лямда W1 KVD KSD меньше 1,4 по периферии веса то есть поэтому вы все считаете 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 но для всех компрессоров вам надо будет сделать лямбу W1 посчитать интересный вопрос надо будет с вентилятором разобраться с разделением вентилятора и KND посчитать лямбу W1 проверить ограничение по всем турбинам просчитать прочность по поводу длин и масс узлов здесь приведены формулки эти формулки взяты из массовского отчета то есть это американские формулки это статистические формулы как вы видите то есть взята статистика по двигателю двигатели достаточно старые ну и отчет достаточно старый то есть это отчет я уж не помню какого года но двигатели там порядка GT8 GT9 то есть вот такого поколения еще более первых двигателей но тем не менее то есть вот эти формулы вы будете использовать для определения длин узлов и для определения масс опять же интересно сравнить с прототипом ну не то чтобы сильно отличается ну плюс-минус 50% ну естественно отличается сильно но вопрос в том, что эти формулы базируются на высотах лопат на числах ступеней, на окружных скоростях то есть они все-таки более адекватны чем формула там функции от расхода воздуха, двухконтурности и так далее которые там используют Астра то есть это уже скажем так, следующий уровень моделей массы да, он далек от действительности, там погрешность действительно большая ну мы с китайцами D36 считали ну в общем большая погрешность но тем не менее это гораздо более адекватно чем дает Астра значит, почему я настаиваю на массовском отчете потому что, на мой взгляд длины, которые даются они более адекватны потому что, если вы возьмете нашу методичку если вы обсчитаете какой-нибудь существующий двигатель как правило, получается очень сильно зауженные лопатки и там у вас длина компрессора раза в два меньше, чем на прототипе получается в результате то есть поэтому наши формулы меня как-то не устраивают ну вот, нашелся массовский отчет который ну дает что-то более близкое к реальности так что еще ну и давайте резюмируем собственно говоря это методика создания проточной части мы ее с вами обговорили нам надо только очень быстро ее пробежать чтобы понять что вы задаетесь на что вы смотрите но вы все это будете реализовывать в своей модели для вашего нового двигателя и наверное в пятницу мы обсудим двигатель может быть через неделю еще поговорим о выборе термодинамики но следующий этап это создание модели проточной части и дальше опять же та же самая будет та же самая последовательность то что вы оптимизируете и ищете оптимальный двигатель который удовлетворяет всем условиям опять же каждый за себя потом складываетесь и опять же будет взаимная проверка то есть вам надо будет создать проточную часть и своего двигателя и вражескую то есть готовимся морально к рейтинаме и так значит какие исходные данные нам с вами нужны в первую очередь это исходные данные термодинамического расчета вашего двигателя в курсаче это будет двигатель оптимизирован то есть с хорошим параметром дальше вы выбираете вот этот вот набор параметров о которых я вам говорил для каждого узла лямбда на входе-выходе сразу говорю как правило этот выбор окончательный то есть диапазон их варьирования узкий поэтому мы выбрали как правило если у вас каких-то серьезных проблем вы их не дергаете частоты вращения ими придется вам играть окружные скорости коэффициенты нагрузки ну коэффициент нагрузки естественно вы глядя на диаграмму Смита значит что вы там делаете определяя лямбда а находите площади диаметры осевые скорости значит опираясь на m и u находятся средние диаметры коэффициент расхода и зная коэффициент расхода m как его называют коэффициент нагрузки находите число ступеней но это вам дает еще точку на диаграмме Смита вот этот вот важный момент кстати с ушкой сегодня играет спрашивает ну косвенно то есть глядите знание коэффициента расхода и коэффициента нагрузки вам дает знание точки на диаграмме Смита а на диаграмме Смита если вы помните есть вот эти вот яйца это КПГ то есть вы можете уже оценить КПД не как в термодинамике там пальцем неба или там на основе каких-то зависимостей статистических статистических или опыт здесь вы уже считаете КПД опираясь на параметры лопаточных машин да там вы берете в расчет там лопаточную или еще что-то но все-таки это уже более опять же адекватная модель значит определяете КПГ узлов а потом вот эту вот информацию загружаете в астрон и считаете целый день и вообще очень хорошая идея вам и в этом курсаче я с вас буду требовать но и в других курсачах тоже всегда возвращайтесь на уровень скорее всего астры и говорите ваше вот то что вы наделали какие-то исправления как оно отразится на двигателе в целом то есть вы всегда должны не концентрироваться на том маленьком узле которое вы делаете вы всегда должны вернуться и сказать двигателю что от этого будет там стоимость масса эффективность и так далее как это все изменится значит зная размеры вы можете определить массу двигателей формулы были на предыдущем слайде ну где-то плюс-минус 50% погрешности относительно прототипов наверное нормально но в любом случае на мой взгляд это более адекватно и оценивайте запас прочности при этом при всем вам надо не забывать про ограничения к сожалению очень часто в курсачах реально встречаются какие-то вещи ну во-первых ограничения народ игнорирует эту вот каждая вторая работа ну блин ребята включайте голову потому что бывают отрицательные диаметры еще какие-нибудь сказочные вещи ну блин в КПД больше 100% ну уж такие вещи сдавать не надо вообще по-хорошему вам бы надо на нем потом нарисовать конструкцию двигателя то есть вот по-хорошему надо бы нарисовать конструкцию двигателя может быть по мотивам прототипа может быть еще как-то то есть если бы я был виноградовым я бы сделал как берете компрессор ПВ там какой-нибудь 1000 и делаешь его там барабанные схемы дисковые схемы но вопрос то в том что у тебя в группе там 3-4 человека и один сделал одну ну то есть по типу там Д-30 второй сделал по типу НК-8 третий сделал там по типу там какого-нибудь GT-9 потом вы стали обсудили это все плюсы-минусы всех решений и выбрали за Гиндест так сказать и так по каждому узлу это просто просил к тому что можно на кассив переделывать и запасом брать два и не слишком больше ну лучше два и брать лучше два и брать и вот вот конкретно эту лопатку которую вы напрофилировали что там у вас происходит сейчас честно говоря я не понимаю лучше не забивать лучше вообще в принципе не забивать то есть вообще как говорится отключите у себя в голове опцию забивать то есть старайтесь любую работу делать хорошо ну потому что привыкнете а потом придете на работу и это может аукнуться ну то есть там забьете и к чему-нибудь это нехорошему приведет вот поэтому лучше сразу старайтесь работать в полную силу с одной стороны с другой стороны в общем-то задача на самом деле на самом деле задача не продвигать то есть это вообще типовая инженерная задача поиска оптимума исходных данных в условиях ограничения и у вас на месте вот этой модели может быть модель там любого агрегата не обязательно даже двигателя не обязательно трактора может быть вообще какая-нибудь электрическая штука или там я не знаю оптическая штука то есть ну совершенно типовая инженерная задача да в смысле зачем тратить свое хорошо рассказываю зачем это надо вот сидит твой конкурент он сделал двигатель он утверждает что это самый лучший в мире двигатель я тебя нанимаю как эксперта чтобы ты сказал свое экспертное мнение на самом деле он так хорош или там человек ошибается в своих идей то есть я хочу чтобы вы как эксперты взглянули на чужой двигатель и дали свое заключение то есть это немножко другая роль с одной стороны а с другой стороны вы считаете не только свой двигатель но и чужой и то есть допустим если мы говорим а давайте все будем оптимизировать одну потому что мы часть одного двигателя да все супер но значит там Хамедумов или Розыванов делают остальные сидят и ждут когда они сделают а так тебе один-два варианта все равно придется потыкать то есть поэтому вот это вот так вот я задумал то есть вообще основная идея моя в этом семестре это сделать у вас конкурс двигателя но во всех конкурсах это вообще совершенно нормальная практика и особенно в современных фирмах когда нанимают каких-то экспертов которые говорят вот этот проект нормальный этот проект ненормальный здесь такие ошибки здесь такие ошибки здесь такие особенно в таких сложных изделиях как двигатель то есть вот опять же тот же Григорий Михайлович сейчас работает с силовыми машинами они там пытаются улучшить компрессор наземных газотрудельной установки 16-ступенчатый компрессор они не одни там работают то есть ребята с силовых машин инженеры там работают и плюс они послали ну грубо говоря то же самое задание сюда и то же самое задание УРФУ Уральский Южно-Уральский Федеральный Университет то есть и потом эти вот менеджеры которые управляют проектом они послушают своих инженеров нас послушают там Урфушников послушают может быть а и кстати говоря они еще это все еще контролируют есть такая организация ЦКТИ какой-то центральный котло турбинный институт ну такая энергетическая организация по-моему ЦАМ может быть привлекает и в том числе насколько я знаю даже зарубежных экспертов привлекает то есть вот они все эти проекты соберут в кучу по каждому выскажутся эксперты и потом люди выберут то решение которое пойдет в реальное производство то есть мне бы хотелось какую-то подобную модель реализовать и здесь и это мне кажется в современных условиях производства это нормально в силу того что решение оно стоит огромных денег в этой отрасли то есть ей надо выбрать именно то в чем все уверены что это будет разумный компромисс потому что все решения у нас компромисс так ну и пример обещанный здесь уже сколько антригон прошло в общем приезжали к нам первые китайцы мы с ними как раз эту методику разработали и я вкратце расскажу что мы сделали с китайцами но в принципе это вот отчасти похоже на то что вы будете делать прототип был двигатель D36 и китайцы должны что были сделать они должны были найти вариант модернизации этого двигателя в котором целоудельное уменьшается на 10% ну двигатель достаточно старый поэтому ну вроде реальная задача что они сделали да то же самое что и вы взяли D36 сделали его термодинамическую модель потом погоняли по разным параметрам ну и нашли вот такое вот решение все это методы миастра то есть это чисто термодинамические исследования то есть ну во первых оказалось что КПД исходного двигателя достаточно низкий там порядка 85-86% на всех узлах и что предложили товарищи китайцы увеличить ПВ ну вроде очевидно увеличить двухконтурность ну тоже понимаете с увеличением двухконтурность эффективность двигателя ну где нараст топлива будет снижаться ну и дальше вот типовая термодинамическая штука а что эти КПД у нас такие хреновые а давайте прям мы с вами увеличим вся КПД на 2% ну потому что современный уровень вроде гораздо выше и вот с этим год они пришли к нам да это обещает 10% в целом термодинаме то есть совершенно цеповой подход какая у них стояла задача задача стояла по максимуму сохранить проточную часть то есть как стоялась задача задача стояла с 3 этапа вариант номер самый лучший сохранить все от прототипа ну естественно всем понятно что это так не бывает вариант номер 2 поменять лопатки сохранить все диаметры ну это сложнее чем вторым наружным контуром нет ну тем не менее у тебя все равно условия работы поплывут условия всех по работе всех компрессионов поплывут и вроде бы очевидный шаг перепрофилировать все лопатки но сохранить корпусные детали и особенно роторные детали ну и третий вариант если уж совсем все хреново то сохраняем ротор меняем стак ну лопатки само собой так вот что мы сделали мы взяли и просчитали сначала сначала прототип по этой методике получили вот эти вот черненькие точки в на диаграмме Смита по компрессорам и по турбинам а потом взяли в той же проточной части вот этот вариант посчитали и на что обращаю ваше внимание цернодинамики они могут говорить а давайте два процента а вот они ваши два процента все точки в турбине особенно уехали куда-то туда где плохо все вот чем мне нравится этот пример тем что это вот как раз реальность то есть цернодинамики говорят блин со временем уровень 90 там с лишним процентов вперед зародил а вот ни хрена у нас тут своя реальность и вот здесь мы на нее натолкнулись то что тот же ткаченко хочет может хотеть многого а мы к сожалению не всегда это можем выполнить вот поэтому ну забегая вперед значит глядите что мы хотели 10 процентов в реальности только 4 из-за того что КПД узлов ухудшили что делали потом ну следующая идея окей давайте поменяем частоты вращения ну то есть просто поменяем частоты вращения и попытаемся найти загнать точки в такие условия где эффективность будет максимальная и смотрите если говорить о компрессорах в принципе все компрессоры лежат вблизи оптимумы и отсюда следует такой вывод что сохранив проточную часть компрессора мы можем получить результат то есть нам не надо особо сильно дергать компрессор да лопатки надо будет скорее всего перепрофилировать но проточную часть вполне себе очень неплохая она нас полностью устраивает поэтому компрессор мы зафиксируем пока по турбине смотрим ну где-то мы там прекрасно надалеки топчемся но видно что по турбинам нету решения которое позволяет существенную и улучшить эффективность да при этом при всем обращаю ваше внимание что да точки на диаграммах слиты рисуйте пожалуйста тогда вы будете это все исследовать в обосновании всего значит что я хотел сказать при этом варьировании смотрелись пределы прочности то есть допустим при частотах ПВД больше по-моему 12 тысяч бог или иное вождитель не существует по прочности и соответственно у вас здесь сидит ограничение дальше которого вы не можете ходить то же самое по окружным скоростям но здесь по окружным скоростям вентилятора не вентилятор поэтому следующее решение а давайте да кстати говоря чем хороша диаграмма Смита а что с этим дальше делать у вас точку лоб тут что с этим дальше делать как улучшить турбин ну да точку надо двинуть вправо дальше правильный вопрос задают а как то есть ты же не можешь сказать к точке иди вправо то есть тебе надо взять там работника какого-нибудь а там какой-нибудь там на кузинцове разные бывают сельскохозяйственным институтом например с образованием ну объясните ему шаровую точку вправо надо длиннее то есть надо сказать рабочему что делать с геометрией ну увеличить двинуть вправо это значит Са на У увеличит да как его увеличит увеличит Са вот так смотрится не как удивилось то есть у вас есть Са на У вам надо увеличить соответственно Са двигает как увеличить Са осевая скорость она определяет высоту лопатки увеличит тогда ее умеет определяется частота вращения ее конечно тоже нужно дуркать но у тебя еще прочности то есть поэтому очевидное решение задвинуть сюда как это реализовать практически высоту лопатки задают поэтому товарищи китайцы провели вот такое следует то есть это разные варианты уменьшения высоты лопатки вы выбрали компромисс и при этом еще обращаю ваше внимание что хорошо вы выберете вот допустим вот эту точку как лучше с лучшими капотами в турбине капитане ну а у вас окажется где-то вот здесь то есть вам надо еще компромисс между компрессором и турбиной искать чтобы у вас точка были максимально близки к оптиму здесь и здесь подсказка знаете какая здесь подсказка следующая неплохо вы ну по крайней мере если вы будете гореть по частоте вращения сделать следующее из диаграммы смита получить график кпд компрессора и кпд турбины они естественно не совпадут как найти мои лучшие варианты ну логично предположить что там где произведение кпд в кпд максимально самый лучший вариант идея какая то что чем лучше все кпд тем ниже целый делик поэтому вы берете просто перемножаете кпд получаете некую картинку и смотрите по опциону уже произведения кпд компрессор и кпд турбин это лучше делать отдельно для каждого каста а потом еще вспоминаете про ограничения например по прочности и прочности у вас будет постоянно снижаться и в какой-то прекрасный момент вы уберетесь в границу и граница у вас может быть вот здесь вот тогда очевидно вы берете лучший вариант а может быть вот тут вот хотя вы берете вот этот вариант ну и то же самое по Янде Усслянда ДНВ будет вот здесь вот сверху здесь вот ограничена так ну и собственно говоря результат я вам уже показывал то есть глядите ну термодинамики захотели 10% бумажка все стерп пастор тоже но в реальности получается что 4% мы за счет двухконтурности можем получить а КПД извините не получается если подобрать частоту вращения уже 7% и только за счет изменения формы проточной части турбины нам удалось добить вот эти 10% обращения обращения Продолжение следует...